Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы с вами продолжаем презентацию по гипертонической болезни, потому что в тот раз нам немножко не хватило времени. И тема достаточно сложная. Наконец-то мы получили матрикс, сейчас я вам покажу, матрикс ПР2 и матрикс Р1. Это вот два новых продукта, которые регулируют артериальное давление. Добрый вечер, скажите заодно, как вы меня слышите, хорошо? О, отлично, спасибо, Елена. Вот, и сегодня мы с вами будем более подробно разбирать еще, потому что у нас еще осталось с вами. Спасибо, спасибо, всем спасибо. Еще много вопросов, конечно, осталось, потому что я вам сказала на той лекции, что гипертоническая болезнь – это идиопатическое заболевание, которое до сих пор, в принципе, как мы медики говорим, и теологии патогенез не до конца ясны. В формирование этого заболевания, в тот раз я вам говорила, что на сегодняшний день основное место занимает метаболический синдром. Но, конечно, кроме метаболического синдрома, это еще заболевание почек, целый ряд заболеваний почек. Это, конечно, возрастные изменения у мужчин и у женщин, женский и мужской климакс, который у нас начинает развиваться после 35 лет, и начинается игра гормонов, игра сосудов. Это вот как раз все способствует развитию артериальной гипертензии. Не только, конечно, ожирение. Это как бы один из основных факторов, если очень большой лишний вес, там масса тела в норме больше 40 килограмм и более. Конечно, у этих людей гипертоническая болезнь развивается гораздо раньше. Это и заболевания печени, это и психосоматические нагрузки, стрессовые ситуации, которые сейчас мы, которым всем очень сильно подвержены. Поэтому, то есть, это целый комплекс, на самом деле, это целый комплекс, который может приводить к тому, что организму что-то начинает не нравиться, и как он на это реагирует, он на это реагирует по-разному. Поэтому, когда повышается артериальное давление, это ваш личный организм, все мы разные абсолютно. У нас у всех своя эндокринная, у нас своя иммунная система, у нас своя центральная нервная система, мы все по-разному воспитывались, это тоже надо учитывать. То есть, психосоматический фактор выходит сейчас, пожалуй, на первое место во всех заболеваниях. Сейчас даже некоторые заболевания, более 100 заболеваний относят к психосоматическим. Поэтому, я просто начала в тот раз по метаболическому синдрому. Почему? Потому что на нем очень показательно, можно показать, как это все формируется годами. Когда вы обращаетесь к доктору по каким-то жалобам, повышение давления, головные боли, вы должны все прекрасно понимать, что прошло уже 30-40 лет, у кого-то и 50 лет прошло, и только появились эти симптомы. И все развития заболеваний связывают именно, когда появляются жалобы. Но я вам должна сказать, что когда появляются жалобы у человека на те или иные гипертонические болезни, там многие заболевания, понимаете, это прошли десятки лет. И для того, чтобы восстановить систему, для этого тоже нужно затратить не один год. Понимаете, у нас вся страна, ну вы, наверное, сами тоже с этим сталкиваетесь, что все люди, они думают, что вот они пришли к врачу, он им даст волшебную таблетку номер 5 или номер 6, и у них все пройдет. Но это же сказка, понимаете, это же сказка. Здоровье – это, я вам уже не раз повторяла, здоровье – это постоянная программа, постоянная программа жизни, в которой вы принимаете самое активное участие. И если вы хотите быть здоровым, чтобы у вас не было никаких жалоб, чтобы вы чувствовали себя хорошо, чтобы не уходили ваши жизненные силы, не формировались какие-то хронические заболевания и так далее, и так далее, и так далее. Вы должны быть активным участником этого процесса. Почему? Потому что первый, самый, самый первый фактор психосоматический и привычки в семье, могу сказать вам, что немцы, они же такие дотошные, они посчитали, что изменить пищевую привычку, отучить немцев от пива или колбасы нужно 40 лет. Сколько же нужно нашим людям лет, чтобы отучиться от докторской колбасы, сосисек, сарделек и тоже пива и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот эта культура, культура питания, она закладывается с детства. И если сейчас вы ее начнете закладывать в своих семьях, то она реализуется в течение ближайших 30 лет. Понимаете, то есть ваши внуки будут здоровыми людьми. Вот, поэтому, ну у нас времени нету столько ждать. Мы должны этот процесс ускорить. Вот, поэтому у нас вот наша продукция Power Matrix, она тем и отличается от всех остальных продуктов на сегодняшний день. Тем, что она может нам помогать нашему организму индивидуально каждому. помогать восстанавливать те системы, те органы, которые, к сожалению, за время вашей жизни уже потерпели изменения и испытывают нагрузку. То есть, мне очень понравилось, как сказал один доктор, боль, температура, повышение сахара, повышение давления. Это организм вам шлет СМС-ку и говорит, как ты меня достал. Вот если на информационном уровне, но это почти так. Вот, поэтому я хочу сказать, что, конечно же, когда начинает повышаться давление, первое, что мы с вами тоже это отметили, первое, что, конечно, это... Ладно, хорошо, хорошо. Значит, первое, что мы с вами отметили, это программа очищения. То есть, наша продукция, такая, как реликтон, такая, как саю, там сейчас поступил, значит, они помогают ежедневно выводить токсины из организма, чтобы они не накапливались даже в нем в малых дозах и не блокировали наши ферментативные реакции, приводя к развитию, ну, не будем говорить заболеваний, но очень неприятных ощущений, так вот скажем. Вот, и самое главное, вы должны понимать, что не все токсины вы съедаете, выпиваете, но многие токсины образуются у вас в организме. Ну, мочевина, креатинин, мочевая кислота и так далее, билирубин образуется, холестерин образуется, и организм этот должен быстро все выводить. Плюс в сутки у нас стареет более стакана клеток, так сказать, это миллионы там клеток, даже больше. Это тоже все надо вывести, построить новые клетки, и чтобы нигде, у нас же нигде дырочек не образуется, да. Вот кожа у вас полностью меняется за 28 дней, кости за 4 года, желудочно-кишечный тракт 3 раза, слизистый меняется к каждому приему пищи. Это самое такое место у нас в организме, которое получает самую большую нагрузку, и поэтому эпители обновляются там очень быстро, вот, для того, чтобы не было повреждений, чтобы токсины не попадали в кровь и так далее. То есть организм проводит колоссальную работу и требует, конечно, хорошей энергетики, требует хороших продуктов, хорошей, хороших мыслей, потому что все клетки живые, они тоже думают, не думайте, что мы только головой думаем. Ну и, конечно, один из главных органов матрикса нашего, я вам говорила тоже, что в матриксе 3 слоя и лимфатическая система относятся тоже к системе клеточного матрикса, то есть к той системе, которая выводит токсины из нашего организма и доставляет, матрикс доставляет питательные вещества нашим клеткам, питательные вещества, информацию и так далее. Ну вот я вам специально этот слайд искала сегодня. Значит, вот сердечно-сосудистая система. Значит, качество и продолжительность нашей жизни зависит, конечно, от сердечно-сосудистой системы, потому что это основная система, с помощью которой доставляется кислород, питательные вещества. Мы теперь знаем, что у нас в эритроцитах есть специальные рецепторы, которые чувствуют электроны и переносят их по нашему организму, тем самым восстанавливая наши энергетические потери. Вот смотрите, сердце за минуту перекачивает 5 литров крови. За 70 лет 2 миллиона крови. Крупных сосудов, я вам тоже говорила, и вен 300 километров, капилляров 100 тысяч. Понимаете? Ну дальше не очень видно. Я вам скажу, что в сердце, в миокарде, на 1 квадратный сантиметр должно быть 3,5 тысячи капилляров, чтобы миокард правильно кровоснабжался и самое главное, питание происходило. И основное вещество, какое там занимается питанием, это кофермент Q10. С возрастом он тоже начинает уходить, и синтез печени его замедляется. Ну и еще нам помогают лекарственными препаратами, статинами, которые тоже блокируют синтез кофермента Q10. И самое главное, значит, я вам тоже говорила, что все думают, что здоровое питание это калории только. Да, 50% энергии мы получаем из калорий. Но основным источником питания 50% мы получаем с вами энергии из космоса. Свет. Солнце светит, вы смотрите глазами, получаете 70% информации с помощью солнечных лучей. Не важно, что за окном облака, все равно энергия проходит солнечная. И поэтому наше здоровье, оно складывается из огромного количества факторов. Но вот это вот очень интересная информация, почему я говорю, что когда человек переедает, когда лишний вес и так далее, и так далее, он сжигает практически в топке пищеварения, он сжигает свои калории, он сжигает свою жизнь, потому что клетка это энергетическая субстанция. У ней тоже есть лимит по переработке энергии. Так вот, если вы получаете 2,5 тысячи килокалорий в день, вы живете, значит, сколько у вас вы живете? Сейчас я посмотрю. Так, если вы получаете где-то, да, 2 тысячи, 3 тысячи килокалорий в день, вы живете 58 лет. А если вы получаете где-то 1200-1,5 тысячи в день килокалорий, то, соответственно, мы с вами проживаем 137 лет. Вот, поэтому физики уже все это посчитали. Сейчас самая правильная программа, которая входит в программу продления жизни, это правильное питание, низкокалорийное, то есть не переедать жиры, которые я вам говорила, особенно животные. вот почему мясо красное, оно, ну, если только корову послать на лугу, но у нас просто его нету, ну, где такую корову достать? Вот, и поэтому то, что нас приучили, что надо есть много мяса, надо есть, пить много молока, надо есть вот это, надо есть вот это, иначе у вас возникнет дефицит. Самое главное, должно быть в питании в правильном 75% клетчатки, куда входят овощи, фрукты, сухофрукты, орешки, травки, там всевозможные приправы и так далее. Овощи, фрукты, 15% белка должно быть, то есть курица, рыба, это все вы должны есть. Одна столовая ложка масла оливкового или 5, еще плюс 5 грамм можно сливочного. Я вам тоже говорила, что люди сейчас современные переедают, жиры 160 грамм вместо 30. Естественно, какие сосуды вообще выдержат 160 грамм жир в день? Представляете, почти стакан. Вот, ну это мы все с вами знаем, что когда вы едите много овощей, они не всасываются, не разрушаются в тонком кишечнике, они на себя тянут токсины и в толстом кишечнике они ацербируют на себя холестерин, ну это у нас хорошо тоже делает реликтум, и помимо прочего всего, они кормят микрофлору, потому что микрофлора, она сладкоежка, она очень любит, сладенькая, вот, и поэтому пищи приходит толстый кишечник и хорошее, правильное питание, оно еще поддерживает хорошую микрофлору кишечника, то есть является пребиотиком. На сегодняшний день пребиотиком отводится основное место, вот, когда вы правильно питаетесь, не стрессуете, потому что стресс тоже микрофлора должна пережить, там огромное количество появляется гормона стресса, самый главный кортизол, и соответственно микрофлора даже гибнет в очень большом количестве, когда человек просто нервничает, вот, и является главным местом нашего вообще гомеостаза, и 80% нашей иммунной системы находится в толстом кишечнике, поэтому это очень важный орган, очень важный орган, вот, вот, все, что мы сегодня с вами рассматриваем, ну, вы это посмотрите, значит, и на сегодняшний день очень пища загрязнена действительно гормонами, антибиотиками, и вода тоже не отстает, вот, поэтому, когда в организм поступает такое количество гормонов, ну, плюс жирные продукты, они тоже обладают гормоноподобным действием на рецепторы наши, эндокринные, то организм постепенно, постепенно накапливают все эффекты, и происходит срывы, вы знаете, что сейчас, давно это уже было отмечено, если дети живут на таче, их мальчиков кормить одной курицей, то у них начинает даже грудь появляться, у мальчиков, такое количество эстрогенов находится в этих курах, я думаю, может быть, сейчас получше ситуация, но все равно они все растут, эти курицы, на фабриках, естественно, что там им делают и прививки, и все, что угодно, вот, поэтому, самое хорошее мясо, белое, конечно, куриное, потому что колят курам в ноги все, вот, ну, вот видите, как все сложно, все интересно, конечно, но все очень сложно, вот, да, и когда мы с вами неправильно питаемся, то микрофлора, к сожалению, она тоже страдает, у нас с вами там где-то 3,5 килограмма микрофлоры, и вся иммунно-эндокринная система представлена тоже в кишечнике, в толстом, не зря же говорят, что микрофлора, микрофлора в нашем кишечнике больше, чем клеток в головном мозге, то, чем мы думаем, и микрофлора, как бы, кишечная микрофлора является вторым мозгом, то есть она управляет нашим сознанием, вот, поэтому, так, я вам и говорила, сейчас огромное внимание отводится нормализации биохимии мозга, для того, чтобы справляться вот с этими всеми современными заболеваниями, которые развиваются на фоне просто неправильного питания, вы понимаете теперь, сколько заболеваний человек зарабатывает сам, просто не зная вот эти вот нюансы, что не нужно есть быстро приготовленную кашу, надо купить простую советскую овсянку и варить ее там 20 минут, что в ней содержатся как раз все питательные вещества, нельзя покупать готовые котлеты, надо купить мясо и сделать из них котлеты и так далее, и так далее, и так далее, понимаете, то есть из людей это сейчас выбивают просто, то, что раньше все знали и все делали это, сейчас просто побыстрее пиццу разогреть, это разогреть, протеколу выпить, посмотришь, что молодежь покупает в магазинах, просто страшно, просто страшно, что они покупают, вот, потому что через 10-15 лет это даже быстрее, вот, это будет потом просто обвал по ЖКТ и вообще по всему вот у этих людей, которые сейчас не жалеют свой нежелудочно-кишечный трактную иммунную и не эндокринную систему, ну и все-таки я хочу сказать, что сейчас просто посмотрю, что там еще, здесь в основном у нас идет с вами, ага, все, вот, и поэтому поскольку вот основной все-таки все-таки причиной, которая сбивает наше артериальное давление, все начинается с питания, что ешь, тем и болеешь, вот, следующая причина это уже возрастная, у всех, у мужчин и женщин в 35 лет начинаются начинаются климактерические расстройства, то есть у женщин меньше становится яйцеклеток, у мужчин активность теряет тестостерон, это тоже не нужно забывать, к этому возрасту как правило появляются уже, проявляются заболевания щитовидные у многих женщин железы, уже начинаются обменные нарушения в сердце, эндокринные, там больше откладывается жиров в кардиоцитах, чем нужно, то есть уже какие-то дисгормональные нарушения наступают к этому возрасту, особенно если мужчины любят жирненькое пиво, водочку, полежать на диванчике вместо того, чтобы хотя бы ходить, гулять с собакой по 40 минут утром и вечером, вот, поэтому к этому моменту мы уже все отучились там, кто в институте, кто где, работает, семья, стрессы, понимаете, и уже вот этот комок проблем еще наслаивается и так далее, и так далее, и так далее, и поэтому у нас помимо того, что страдает сердце, я еще хотела остановиться сегодня на гипертонии, которая вызывается почками. Это тоже для девушки непростые, и если у женщин часто очень бывают пилонефриты, то эти пилонефриты как раз после 35 лет уже реализуются в определенные такие состояния, хроническая инфекция, она тоже начинает раздражать почку, почка выбрасывает определенные гормоны, ренин, у нас там есть очень такая интересная ренин, ангиотензимная система, и что приводит постепенно к сужению сосудов. Почему мы и получив вот эти препараты для снижения верхнего и нижнего давления, сейчас я про них более подробно мы с вами поговорим, это как раз первый препарат снижает верхнее давление, второй нижнее, поэтому если вам предположим 35 или 40 лет, мы прямо сейчас разберем по возрасту, если вам предположим 35 или 40 лет, и у вас начинает повышаться давление, верхняя норма сейчас давление 110 115 на 70 в этом возрасте выше не должно быть, если давление выше, значит у вас уже есть или вы переедаете, или вы неправильно питаетесь, или вы не высыпаетесь, у вас нету нормального режима дня, вот с этого надо начинать, я прямо вам говорю, как ну как вообще должен думать доктор, когда пациент приходит, вот как мы начинаем думать, вы нам говорите, мы спрашиваем, что вас беспокоит, вы нам начинаете говорить, мы начинаем думать, понимаете, на автомате просто, вот, и первый вопрос, который мы себе задаем, нет ли какой-то интоксикации, алкогольной, курения, значит, правильное питание, неправильное питание, стрессовые ситуации, и 90% в этом возрасте поможет, конечно, сердце, сосуды, церебру, снять стрессы, правильное питание, исключить как можно больше тех продуктов, про которые мы в тот раз говорили с вами, все полуфабрикаты, все готовые продукты, и все, что содержит соль, и побольше исключить молочных продуктов, уж больно в стране любят майонез, а он и жирный, и скрытый соли там полно, значит, как только человек это все убрал, стал высыпаться, стал выходить побольше, ну, пошел плавание, заниматься, я там не знаю, просто гулять, самая хорошая зарядка, это гулять просто по улице ходить, вот, значит, как он только все это начал делать, человек отслеживает это, капает себе церебром под язык там утром и вечером, и он видит, что в течение недели у него давление само нормализовалось, значит, это о чем говорит, это говорит о том, что это было функциональный, организм вас предупредил, дорогой мой, пожалуйста, полюби меня, любимого, свой организм, и прекращай меня кидать всякую гадость, вот, человек понял, если он понял, он больше к этому не возвращается, он начинает больше читать, узнавать для себя, и делает вывод, что ему совершенно не нужно в 40-50 лет заработать себе инфаркт или инсульт, бросает курить, ну, выпивать там, ладно, винцо там хорошее, если можно себе позволить по праздникам, это ничего страшного, в этом нет, французы, 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 французы же пьют хорошее вино, красное, но только хорошее для сосудов, то же самое относится и к женщинам, если у вас в этом возрасте в 30-35 лет начинает тоже колебаться давление, тоже питание, тоже стрессовая ситуация, но самое главное гинекология, вы должны посмотреть щитовидку, вы должны посмотреть, что у вас с менструальным циклом, нет ли там каких-то нарушений дисгормональных, это все очень важно, потому что у женщин не развиваются сердечно-сосудистые заболевания, пока есть хороший уровень наших гормонов женских половых, они нас защищают от всего, поэтому тот же вариант, если вы с мужем и с семьей договариваетесь и начинаете правильно все питаться, ходите там, предположим, просто ходите и дети ходят на спортивные занятия, а вы их ждете и ходите вокруг этого спортивного комплекса, то вы сами тоже, дамы, наблюдаете, что у вас все начинает восстанавливаться, если что-то не так, щитовидку надо посмотреть, потому что от нее зависит у женщин во многом работа сердца, почки надо посмотреть, нет ли там пила нефрита обостренного, и конечно гинекологию, если что-то есть, значит, пять капель нашего препарата для щитовидной железы, цереврум, тоже всем вообще там после 25 лет уже всем можно и раньше, вот, значит, щитовидку, яичники с первого по 14 день, и смотрите, если питание и все помогло, сердце сосудами помогло по пять капель, вот, то, значит, это у вас функциональное, это вы перетомились, это был предминструальный синдром, и еще что-то, но вы уже должны контролировать давление, потому что если у женщины всю жизнь хорошее давление, то у нее никогда не будет проблем с лицом, кожа восстанавливается 28 дней, кожа по-китайским по всем делам связана с почками напрямую, и когда женщины видят, что у них с утра текает лицо, это говорит о том, что у них что, переели соленого после пяти вечера и перепили жидкости, тоже после пяти, почки начинают отдыхать в семь часов, и если вы не хотите, чтобы у вас веки, откройте мне веки, потом было, вот, значит, чтобы не страдали веки, потому что они самые нежные на лице, это веки, по ним можно говорить о возрасте легко, у них нету жировой ткани, и как только вы неправильно начинаете питаться, дамы, как вы только начинаете пить после пяти часов чай, по пять стаканов с молоком, то, естественно, у вас вот эти все неприятные вещи утром будут на лице, как говорят, поэтому здоровая кожа лица у любой женщины говорит о том, что у нее все прекрасно и с давлением, и с почками, и с циклом, и так далее, то есть хорошая кожа, это очень сложная такая процедура ежедневного ухаживания и за внутренними органами, и за внешними, то есть за нашей кожей, тогда все будет прекрасно у вас, то есть вот понятно, что когда там 30, 25, 30, 35 лет начинаются какие-то изменения, вы видите, там у ваших детей тоже могут быть и давления слегка повышаться, и все, это чисто функционал, просто нужно понять, что стрессовая ситуация, болезнь какая-то, еще что-то выбило в этот момент давление, организм среагировал, просто это защитная реакция организма, или все-таки это какое-то заболевание. Дальше идет возраст 35, 40, 45, ну скажем, до 50 лет, когда уже, если вы не обратили на себя внимание в 25, в 30, 35, то в этот момент, уже после 40, 45 лет, ближе к полтиннику, уже можно говорить о формировании гипертонической болезни, то есть, в этом возрасте уже происходит и изменение в сердце, в сосудах сердца, уже происходит изменение и на периферии, особенно у курильщиков. Одна выкуренная сигарета, это прекращение микроциркуляции на 20 минут в ногах, в руках, везде. Вот, поэтому, если человек долго курит, ну, во-первых, это угроза по раку легкого, легкого, вот, наступает как раз в этом возрасте и самое главное, это сердечно-сосудистая патология, уже патология, то есть, уже интима сосудов начинает меняться, уплотняться уже и свертывающая система крови не очень хорошая, уже печень не очень хорошая, и поджелудочная начинает, там, кардобалет устраивает с инсулином, который тоже может реагировать на это артериальное давление в самое простое, опять понять, что впереди планеты всей, или это все-таки стрессовые ситуации, неправильное питание долгое время, и так далее, и так далее, и так далее, и вот здесь уже, конечно, сердце-сосуды на первом этапе можно, они будут хорошо тоже действовать, но все-таки уже можно, если вам назначили препараты, потому что, если давление становится больше 130, 140, нижние 80, это уже пограничное состояние, то есть, если вам назначили какие-то мягкие препараты, не бросайте их, вот почему, потому что давление нужно контролировать утром и вечером, и если у вас давление выше 140 вечером, вы не можете ложиться спать с таким давлением, иначе будет страдать мозг, будут страдать сосуды мозга, и могут быть ночные ишемические атаки, что со временем может привести к инсульту, ишемическому или геморрагическому, я вам просто вот как бы говорю, как сейчас есть, вот как это, к этому относятся кардиологи, невропатологи, поэтому здесь уже можно на фоне, еще раз повторяю, правильное питание, на фоне приема мягких каких-то препаратов, вам там кардиолог подобрал, вы начинаете капать себе по 5 капель R1, в маленькую рюмочку накапали, налили водички немножко, накапали 5 капель R1, значит, потом опять же в эту же рюмочку налили водички, накапали R2, то есть наши препараты не рассчитаны только на то, чтобы нормализовывать артериальное давление, мы с вами разбирали, что все наши препараты, они воздействуют на нейро-иммунно-эндокринную систему сердца, сосудов и так далее, употребляя церебром, вы приводите тому, что у вас сосудодвигательный центр, мозг, он начинает восстанавливать свою функцию и на этом фоне тоже будет помогать нормализации давления. Когда вы принимаете R1, там сердце с дегидрокварцетином, он тоже будет совершенно по-другому работать, то есть вы будете улучшать качество работы своего сердца. P2, это, как сказал Магомитин, это просто наноуровень сосудов. У кого варикоз у женщин, у кого у мужчин все куличики, у всех проблемы будут с сосудами нижних конечностей. Все куличики, мужчины изменяются ректильной дисфункцией, то есть проблемы еще и с мужскими, со всеми проблемами. Вот, легочные проблемы и так далее, и так далее, нарушение питания органов в целом. Поэтому, когда вы употребляете, принимаете наши продукты, вы не давление себе нормализуете. Давление это все вторично. Вы, самое главное, запускаете систему регенерации, восстановления всей сердечно-сосудистой системы. Понимаете, вот это надо понимать. Это не аптека. Понимаете, вы отвыкайте, работая с нашей продукцией, принимая ее, вы отвыкайте, что это таблетка номер пять. Это не таблетка номер пять. Это то, что есть в вашем организме. Это то, что организм, клетки ваши принимают. И таблетки не принимают. Таблетки ничего не лечат. Таблетки И это информация, которая доходит до клетки. И поскольку там находятся очень высокие дозировки вообще, то клетка впадает в такой небольшой ступор. И с помощью своих ферментативных систем, с помощью своих гормонов, понимаете, вы как бы, организм в шоке, он обращает на это внимание и пытается как-то убрать эту богостерей таблетку, поэтому они там не больше 6 часов все работают, и дать команду мозгу, дать команду клеткам, что, ребята, давайте мы поработаем, давайте мы все-таки Ивану Ивановичу поможем, мне Марью Васильевне, все-таки давайте мы поможем ей нормализовать давление. То есть принципиально новая совершенно позиция во всех наших продуктах никакого отношения к лекарствам не имеет. Но почему я вам так все это подробно сегодня рассказываю, потому что, если вы с этой проблемой столкнулись после 40-45 лет, она уже сформировалась у вас, и вы не можете сразу отказаться от лекарств, не можете, еще раз подчеркиваю, от лекарств не нужно отказываться в ту же секунду, как вы начали принимать наши препараты. Почему? У вас уже нету компенсаторных возможностей практически. И эти компенсаторные возможности ваших сосудов, сердца, головного мозга, всех внутренних органов, ног, рук, именно сосудов, кровь, сердце перекачивает кровь, мы должны с помощью этих препаратов улучшить доставку кислорода, питательных веществ, сократимость нашего миокарда, чтобы эта вся система не страдала, не старела, и вы уже не перешли в следующую стадию, стадию осложнений. Понимаете, вот по-другому относитесь к нашей продукции. Вот у меня там что-то нормализовалось, вот еще что-то. Если все происходит у человека быстро, это говорит о том, что у него хорошие компенсаторные возможности, у него хорошие сосуды, и все будет нормально у него, он быстро восстанавливается. У него небольшая потеря жизненной энергии, у него небольшая потеря в тех основных органах и тканях, в результате чего сформировались эти дизы. Поймите, у вас нет болезни, вот это вот мне вот, вы больны, там он и начинает вот просто загонять. В основном функциональные изменения, то есть у вас колебания давления, это все организм вам показывает, ваш организм, что есть какие-то нарушения, но он все это еще компенсирует сам, в основном на 90%. И когда мы начинаем принимать вот матрикс R1 и R2, вы просто своему организму максимально начинаете помогать, справиться с этой проблемой. то есть восстановить тот как бы те нарушения, которые образовались за эти годы, устранить эти нарушения вместе с организмом, но все-таки на это нужно не менее трех месяцев. Программа регенерации, восстановления внутренних органов, сосудов, тканей и так далее, она не может быть мылненосной, понимаете, не может быть. Вот, поэтому вы оставляете свои препараты по пять капель и смотрите в течение трех месяцев, что происходит. Если давление стабилизируется, вы можете там через 2-3 недели 6-7 капель сразу много не наращиваете капель. Вот, почему? Потому что я сама принимаю эти препараты, я уже их прочувствовала, они очень активно работают, очень активно, очень хорошо. Но сколько мне задают вопросов и все вопросы. Я не пью лекарства, значит, я пью ваших 3 капли препаратов, почему у меня подскочило давление? Ну, понимаете, вот, почему подскочило? Потому что диету нарушили, потому что препараты отменили, кто спросил их отменять. И здесь та же ситуация. У человека все получится, но он должен собой заниматься регулярно. Питание, мысли, физическая нагрузка. И наши препараты. И лекарственные, которые у него назначены. Вы не врачи, вы не можете отменить. И что произойдет? В течение, может быть, и быстрее. У кого-то недели, у кого-то две. Я говорю, все мы люди разные. У всех энергетические затраты организм понес разные. Кто-то уже на грани стоит, но он не знает об этом. А у кого-то еще 10-15 лет впереди, вообще, как бы, без проблем. Вот, поэтому препараты сразу не отменять, если они вам назначены, вы их пьете. Значит, принимать вместе с матриксом P1 и P2 для верхнего и нижнего давления. И потом вы будете видеть, что у вас давление стабилизируется. Тогда вы можете по четвертинке начать убирать лекарственные препараты. А наши по одной, по две капельки наращивать. И тогда через три месяца, я думаю, что у 99% людей, у которых было повышенное давление, у них, может быть, останется четвертинки, лекарственных, и в основном 10 капель того и другого препарата. Понимаете, вот так надо, нельзя организм сразу из одного шока выводить в другой шок. Почему? Потому что, когда у вас повышается артериальное давление, предположим, вы всю жизнь ходили 120 на 70, и вдруг у вас гипертонический кризис, 160 на 100. У вас происходит спазм всех капилляров. Вы только что видели, сколько их 100 тысяч километров в нашем организме. Капилляры – это основная сеть матрикса, которая поставляет питательные вещества, поставляет всю информацию нашим клеткам. Все, но у клеток нет никаких сосудов, ничего, они там через внутри, вне клеточную жидкость. Происходит трещайший спазм сосудов головного мозга, глаз, всех внутренних органов. Гормоны плохо выбрасываются, нарушается полностью разбалансировка. Но вы-то это не чувствуете, это все идет на уровне клеток. Вот, проходит этот спазм в течение 10 дней. 10 дней у вас нарушены все микрофункции вашего матрикса. Потом постепенно организм это, конечно, все восстановит. Вот почему нельзя ходить с высоким артериальным давлением. Формируется ишемия мозга, потом у вас будет болеть голова, потом у вас там будут неприятные ощущения в этой голове. Это формируется глукома, это формируется поражение сетчатки, это по глазам, так на секундочку. У вас формируется, значит, поражение, ну, не легких, конечно, легочной ткани, если вы тем более еще курите спазм артериол, у вас нормально выбрасываются активные вещества, там куча их, гормонов и так далее. Печень, поджелудочные, почки, почки вообще у гипертоников, если они давление нижнее не нормализуют до нормы, у них вообще формируется почечная недостаточность, потому что сдавливаются клубочки, которые фильтруют кровь. Про ноги я и не говорю, потому что варикозы, курильщики, курильщиков облитерирующие эндотерит, сахарный диабет, диабетическая нейропатия, вот, и плюс там давление, половина от того, что в руке, ну, предположим, 120 на 7, значит, ноге 60 на 30. Понимаете? То есть вы сами устраиваете своему организму черную пятницу, вот, а потом думаете, почему-то у вас болит голова, вот, или там еще что-то болит. Поэтому особенно это опасно пожилым людям, потому что у них еще бывают сосудистые проблемы кишечника. Вот, поэтому вот я говорю, что нельзя, нельзя к себе так нехорошо относиться, надо себя безобразно любить, безобразно просто. Вот, дальше, значит, если человеку больше 50 лет, 60, 65, 70 и так далее, конечно, запись идет, презентация, значит, здесь наступает период, когда организм уже отработал, очень много отработал, 60 лет отработал, или там 70, 75 лет отработал, вы уже должны понимать, знаете, 75 или там 60 лет организм отработал. Этим людям еще медленнее надо входить в эту программу нормализации давления. Для вас уже давление норма где-то 140 на 80, 85, но все равно не выше. Сейчас очень строго с этим, раньше мы говорили возраст плюс 100, сейчас мы уже этого не говорим, сейчас мы говорим 140 на 85, 90 это уже пограничное давление. Поэтому, пожалуйста, в этом возрасте, тем более, вот вам назначили какие-то препараты сосудистые, сейчас очень хорошо все это подбирают, для сердца, там, для всего, для всего, для всего. Вы в том же режиме, медленно, измеряя давление утром и вечером, по 5 капель начинаете капать в П1 и П2, и смотрите, как у вас постепенно там печень, почки, но это всем, поджелудочную, кому что нужно там дальше подсоединяет, вели, там, это все понятно. Вот, но вы смотрите и все меняете, вам вообще вот после 60 лет надо все очень немножко, знаете, очень мягко менять, нельзя ничего делать, никаких резких телодвижений, уже резервов очень мало, и сосуды уже задеты, но принимая эти продукты, еще раз повторяю, это не таблетки, они не должны в один день лечить вам гипертоническую болезнь, они должны помочь нам с вами эти препараты, во-первых, сохранить то, что осталось уже в 65, 70, там, 5 лет, или 85, все, что осталось у вас от вашего сердца, сосудов и так далее, других внутренних органов, но они и включить регенерацию должны из сосудов, и из сердца, и сосудов, из всех внутренних органов, вот поймите, вот это должно произойти, поэтому, чем возраст старше, тем все должно быть происходить медленнее, все медленнее, и, конечно, параллельно там, и легкие, и параллельные печень, выделяющиеся в уделительную систему, и ликтум, ну, это вот как по программам, я как к вам рекомендовала в других, значит, наших презентациях, и таким образом, наша с вами задача, не просто давление нормализовывать, за медленную нормализацию артериального давления, все, у кого есть какие-то проблемы с сосудами нижних конечностей, пройдут эти проблемы, у вас ноги опять станут горячие, у вас не разобьется гангрена, самое главное, понимаете, вот курильщики, все мужчины, они знают, 10 метров, там 20 метров прошли, и стоят, ноги начинают холодеть, и вообще не очень приятные ощущения, сахарный диабет, вот эти два продукта, это просто цимус для наших пациентов, это нормализуется работа почек, это печени, кровообращение, и питание всего, и легких, и головного мозга, и нижних конечностей всего, всех внутренних органов, то есть у вас не будет развиваться ангиопатия, понимаете, вот, поэтому, я вот думала всю эту неделю, потому что я вот сама с этими препаратами, и так, и так, и по 15 капель, и по 10 капель, и с лекарствами, и без лекарств, и с другими препаратами, они работают, вот, но, лекарствами в коем случае, на первых трех месяцев, нельзя даже у некоторых снижать, особенно, кто инфаркты перенес, кто инсульты перенес, этим людям вообще в игры играть нельзя, вы просто поймите, что этими нашими продуктами, вы себе восстанавливаете сосуды, вы себе восстанавливаете микроциркуляцию, кровь будет правильно перераспределяться, понимаете, и поэтому, пожалуйста, давайте сформируем правильный гомеостаз в нашем организме, и на этом фоне организм сам нормализует и давление, и работу внутренних органов, и так далее, и так далее, и так далее, сам, но у каждого будет свой путь, вот, понимаете, вы же все хотите, индивидуальный подход, понимаете, что сейчас сделано, человек приходит в поликлинику, и там все сидят, как бы и врач не может сделать индивидуальный подход, а ведь у всех, ну, я хочу сказать, что за свою 30-летнюю практику я не видела ни одного одинакового сахарного диабета, заболевания щитовидной железы, но у меня, мне везло, понимаете, я не работала в городе, я не сидела на потоке, но я сидела 3 года на потоке, 40-60 человек в день, иногда до 80, но это практика, понимаете, там мне самой было интересно, вот, а так в основном у меня всегда было время думать, я работала там в гражданской авиации, я работала там на железной дороге и так далее, то есть в таких сферах, где нету городского потока, вот, и понимаете, я успевала думать над каждым пациентом своим, я думала, чем это закончится, понимаете, и вы должны тоже, вот, что такое на самом деле, вот наша программа, это научить каждого думать о себе, понимаете, о своей семье, потому что вы знаете, свои нюансы поведения в семье, вы знаете свои нюансы привычек пищевых, вы знаете, чем вы болели в детстве, где вы живете, какая у вас там вода, еда и так далее, вот этот 90% вашего здоровья, вы знаете, от чего, извиняюсь, там ваша бабушка с дедушкой умерли, и так далее, и так далее, ведь понимаете, здоровье, это целый конгломерат, целый конгломерат, конгломерат, который вы должны в пазлы вставлять, и чтобы эти пазлы были у вас идеальные, тогда вы не будете ничем болеть, вы не будете стареть, организм это настолько совершенная биологическая структура, которая дана человеку, что мы просто еще ей не умеем пользоваться, как нужно, ну, если мозг знает все 10%, как он работает, понимаете, о чем мы говорим вообще, вот, работая с этой продукцией, я еще раз убеждаюсь, просто как вот врач, я очень люблю свою профессию, и считаю, ну, я тоже считаю, я просто посчитала, что у нас есть искусство врачевания, вот, и все остальные виды искусства, то есть, профессия врача, раньше приравнивалась к искусству, да, раньше, а сейчас к сфере обслуживания, вы понимаете, как и что произошло, почему сейчас такое отношение к медицине, потому что раньше доктор был доктор, врач, а сейчас, понимаете, ну, вы же не в магазин приходите, и не в парикмахерскую, чтобы вас обслуживать, вот, и когда вот это вернется, уважение к этой профессии, понимаете, когда каждый человек будет находить своего доктора, который будет заинтересован в его здоровье, вот тогда у нас все изменится, тогда люди будут, для этого человек должен понимать, что здоровье, его не купишь, его ничего с ним невозможно сделать, его можно только сохранять, вот, понимаете, поэтому я вас всех прошу участвовать в этом процессе, участвовать в этом процессе сохранения своего здоровья, вот, понимаете, тогда у вас все получится, у нас с вами все получится, все будет прекрасно, а не ждать, когда у вас чего-то пройдет, это комплекс, это комплекс, которым, ну, мне может быть повезло, у меня такие родители, мы с ними там ездили в Карелию, марциальные воды пили, вот сейчас там под Петрозаводском, все знают о санатории, туда ездили, сюда ездили, они мне привили эту любовь с детства к себе, понимаете, потом я попала, вот, в эндокринологию, в очень интересную тему, поэтому я просто хочу, вот, вы многие не медики, но все равно, вот, понимаете, каждый человек, каждый человек, если он думает о своем здоровье, если он правильно себе программу построит, то эта программа реализуется, ну, для этого нужны годы, понимаете, чтобы ее реализовать, но с этой продукцией нам не нужны годы, нам улучшили ситуацию, но все равно надо к себе думчего, очень относиться, понимаете, тогда и продукты будут работать на другом совершенно уровне, они же все энергоинформационные, понимаете, вот, и когда их очень много рядом, этих продуктов, ты тоже испытываешь определенную от них даже информацию, снимаешь даже вот на расстоянии, понимаете, поэтому мы с вами получили такой в руки инструмент, вот, просто скрипку Страдивария, поэтому мы должны, соответствовать этим продуктам с вами, просто вот я хочу сказать, соответствовать, тогда у вас все получится, ну, вот как-то так, ну, давайте отвечу на ваши вопросы, так, 63 года, это нормально, ну, я опять хочу сказать, 63 года, стабильное давление, это о чем говорит, что человек собой занимается всю жизнь, да, но все равно программу старения никто не отменял, поэтому здесь не нужно принимать Матрикс Пауэр 1 и Матрикс Пауэр 2, но, значит, все равно нужно сердце и сосуды на ночь, принимать хотя бы по несколько, там, по 3-4 капельки, чтобы остановить старение своей сердечно-сосудистой системы, все равно изменения в сосудах идут, ну, гипотония, да, вот я хотела сказать про нее, гипотония, это тоже сложное достаточное состояние, там, в основном, если при гипертонии спазм сосудов, ну, грубо так говоря, то гипотоники, они вечно, как, нет сил, нет сил, вот, и с возрастом гипотония, все равно давление повышается, немножечко начинает повышаться, потому что организм начинает, нагнетать давление для улучшения питания мозга, для улучшения питания внутренних органов, вот, и я бы всем гипотоникам, которые нас слушают, рекомендовала обязательно на ночь закапывать визу в глаза, потому что, оказывается, ночью падает очень резко внутричерепное давление, и внутриглазное, соответственно, и может происходить давление зрительного нерва, вот для профилактики глукомы при гипотонии, я бы всем рекомендовала применять, менять визум хотя бы на ночь, дальше, церебрум обязательно, потому что гипотоник, вы не гипотоник, все равно мозговые клетки, он начинает уходить, и, соответственно, сердце, сосуды, по одной-две капельки на ночь, пожалуйста, в небольшое количество воды, вместе с визумом, и надпочечники, потому что давление тоже зависит от глюка минерала кортикоидов, и, как правило, у этих людей всегда есть проблема вот с этими именно надпочечниками, с глюкоминерала кортикоидами, поэтому у них сосудистый тонус не такой выраженный, хотя бы по пять капелек, щитовидную, конечно, железу тоже немножечко, чтобы пободрее себя так чувствовать, вот, и все подсаливать, надо все подсаливать, если гипертоникам нельзя, то гипотоникам надо все подсаливать, лучшее для них лекарство – это селедка, ну, я грубо, конечно, так говорю, все надо подсаливать, один грамм воды, один грамм соли задерживает 200 миллилитров воды, и тогда у вас будет все равно сохраняться давление там 120 на 80, но вы по-другому себя будете чувствовать, особенно у кого 90 на 60, это очень неприятное давление. Вот, да, молоды вы будете до старости, но органы все равно внутренне стареют, поэтому нужно проводить профилактику, чтобы ваши органы не старели, чтобы у вас и сосуды сердца, и все, если это мужчина, я не могу просто, а, нет, это женщина, ну, тогда вот то, что я вам сказала, все равно щитовидка там, все, что я рекомендовала. При парадонтозе Дентез надо прямо наносить на марлю или на салфеточки там купите в аптеке, наносите, зубы почистили, потом эту салфеточку так вот прям вырезали, сколько вам нужно, там 3-4 зуба, 5 зубов, я не знаю, вот, накапали чистый Дентез и приложили прям, куда вам нужно, в это место и приложили, вот, наверх, наверх, вниз, 5-10 минут подержали, вынули эти салфеточки, ничего не сплевываете, и час ничего не едите и не пьете. И так несколько раз в день. Спасибо большое, Пятигорск. Значит, визу можно капать без перерыва, если у вас нету никаких неприятных ощущений, потому что, я имею в виду, там появляется гной, появляется какая-то, знаете, вот особенно, когда катаракта у людей начинает уходить, у них появляется такая, как бы, муть небольшая в глазах. Вот, если этого ничего нет, можете капать. А если все-таки появляется что-то, то на 5 дней прерваться для того, чтобы просто вышли вот эти вот все, ну, образования, не знаешь, как назвать. Вот. Ну, хорошо. Значит, я что хочу сказать? Если, значит, ну, все в основном приобретают в регионах на складах продукцию. Значит, если какие-то будут вопросы, вы можете свои, нас на почту Виктору присылать вопросы, значит, мне это будут все передавать, или Олегу, он мне тоже будет сбрасывать. Если у кого-то тяжелые, там, гипертонические болезни, какие-то есть заболевания, с которыми они уже давно, которыми они давно страдают, мы тогда будем индивидуально все это подбирать, разбирать, потому что все-таки не у всех такие тяжелые ситуации, у всех все-таки скорее не болезнь, а дисфункция. То есть все еще только в начале, в самом, всегда в начале легче, чем когда уже есть стойкая гипертоническая болезнь. Вот, я про это хочу сказать. Пожалуйста, обращайтесь, я буду обращать на это внимание. Мне просто очень хочется, чтобы все наши люди, кто приходит в Пару Матриц, не имели проблемы с сосудами. При бронхиальной астме лучше всего, вообще при любых легочных заболеваниях, сейчас скоро поленозы начнутся, когда начнется цветение, значит, салютом 2 миллилитра в нейбулайзер ультразвуковой, делайте ингаляцию, предположим, в понедельник, через час после еды, не важно какой, значит, днем, там, вечером, я вот это имею в виду, на следующий день вы наливаете туда, значит, водички, физраствор, покупаете в аптеке, наливаете физраствор 2 миллилитра, и туда добавляете ангел. Салютом можно еще пить по чайной ложке под язык, потом, значит, 5-10 капель ангела капнули в эти 2 миллилитра физраствора. Через час, опять после еды, вы 10-15 минут дышите, потом ТИМУС-2, такая же система физраствора 2 миллилитра, ТИМУС-2, потом на следующий день легкие. И вот так повторяете, и очень хорошо при любых легочных патологиях, аллергиях, полинозах, все что угодно, этих аденоидах у детей, все вот эта схема. Вот и бронхиальная астма, это тоже инфекционно-аллергическое заболевание, и самое главное, капайте церебром, потому что бронхиальная астма, это не отпущенная эмоция на психосоматическом уровне. На кого-то вы обиду затаили. Ну, спасибо, спасибо большое. Да, ну, насчет диагностики, сейчас мы просто с врачами проводим консультации. Сегодня тоже приезжали к нам, приезжал к нам очень интересный человек, у них очень интересная диагностика. Мы просто сейчас, понимаете, определяемся для всей, ну, как бы для нашей компании, вот то, что сейчас, что сейчас создается, помимо компании сетевой. Вот поэтому в Москве будет человек, вот, с диагностикой, но у вас, если в регионах есть диагностики, вы, пожалуйста, пользуйтесь. Вот, и потом доктор расскажет о себе. Нет, 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 мы как раз постараемся в понедельник отдать вот эти все наши презентации уже в оформленном виде, в виде методичек, и, конечно же, все это будет, ну, конечно, все написать нельзя, понимаете, потому что, когда имеешь, ну, когда я говорю, мне легко, а когда я начинаю писать, у меня голова, мозги просто сворачиваются, потому что хочется это, это, нюансы там, короче, не напишешь. Вот, ну, конечно, будет легче, будет легче, когда вы уже начнете принимать, получите результаты, и вам уже будет проще даже самим ориентироваться в этих продуктах, потому что, ну, мне помогает моя профессия просто. Примерцательной аритмии нужно обязательно давать сердце, сосуды и церебру. У меня у матушки мерцательная аритмия, вот сердце, начните пока с сердца, сосудов и церебру. Почему? Потому что у них, у всех людей, у которых, у всех, у кого мерцалка, у всех, у кого, ну, дозы там только надо с пяти капель начинать и постепенно прибавлять два-три раза в день, особенно на ночь. Вот, а церебру великолепно. Вообще, вот при всех этих патологиях сосудистых обязательно церебру, потому что вся регуляция идет тут. сосудистый двигательный центр там. Вот, и когда мы назначаем сердце и сосуды, то мы нормализуем биохимию сердца, потому что вот эти все тахикардии и аритмии, это все нарушение биохимии питания вашего сердца. Диагностика подробнее. Ну вот, я первый раз такое увидела. Но это не всем. Вот, предположим, вам рекомендовали сделать КТ. Вы делаете КТ, а у них специальные приборы, которые это КТ делают в трехмерном изображении. Представляете, легкое прямо в трехмерном изображении. Женщина пришла, у ней там какой-то кальцинат они нашли в легком. А когда посмотрели в трехмерном изображении, у нее оказалось подозрение на лимфогрануломатоз. Потом этот диагноз подтвердился. То есть мы сможем на ранних стадиях, вот если что-то находится в общей диагностике, там что в легком, непонятно еще что-то, человек идет, делает КТ или МРТ, и вот с помощью этой диагностики видно прям, мужчина, тоже я сегодня видела, значит, ему хотели делать операцию на легком, сделали там МРТ, вот, а послали эту диагностику, у нее оказалось саркома легкого. То есть я просто, понимаете, в объеме, вот в этом, в трехгранном объеме вот это изображение просто поразительно, просто поразительно. До чего наши физики додумались. Вот, так что вот такое будет интересное обследование. Но это как бы, когда появляются уже какие-то вот, знаете, как-то, ну не могут или диагноз поставить, или еще что-то, то есть это уже до обследования будет такое. Вот, а так обычные диагностики, которые вы делаете приборами, это можно, пожалуйста, во всех регионах, это все есть. Вот, но более точную вот информацию можно получить с помощью вот такой очень интересной диагностики. Не знаю, ничего не мучайте меня. Я его сама сегодня только первый раз увидела. Вот, так что это все расскажем, все расскажем. Вот, так что, дорогие друзья, желаю всем здоровья, чистых сосудов, вот, холодная, как там говорят, холодная голова, вот, жаркое сердце, чтобы все у вас было хорошо. Вот, ну и, да, кстати, во вторник, я сегодня хотела эту тему прочитать, но все-таки решила гипертонию еще раз вам дать. А во вторник я вам прочитаю вирусы, потому что вся страна умирает от ужаса гриппозного. Вот, чтобы вы понимали, что это такое, с чем это едят. Вот, и как с этим бороться? Ладно? С помощью нашей продажи. Лор появился, да. Лор появился. Салютом, лор все появилось, да. Так что, ждите вторника, вирусы будут, вирусы, кругом одни вирусы. Ну все, всем желаю удачи, отдохните. Вот, до встречи во вторник. Спасибо большое за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok